Нияз Сундиталеева Веснег, морозный воздух, для него все по-особенному. Долгожданная поездка в больницу наконец состоялась. Сейчас главное вылечить пролежнее. Все расходы взяла на себя одна из частных клиник Караганды. А ну-ка на эту руку пошевелить. Вот так вот. Лучше, я смотрю, потому что я в планшете. Несмотря на тяжелый диагноз, у нее засильный дух, говорят врачи. Поэтому здесь верят, что парень поправится. Я был приятно удивлен заботой и добрым отношением. Врачей, медсестер и санитарок, ихней отзывчивости и сопереживанию. Врачи рассказывают, что пролежнее интенсивно поддаются лечению. Однако не яспра будет здесь. Всего две недели. Затем понадобится качественный уход. А родителей у парня нет. Однозначно ему нужна реабилитация. Тем более, это молодой парень. С его настроем это действительно возможно. Потому что, если его видели, то это абсолютно улыбающийся человек, который, наверное, заряжает энергией, несмотря на свою проблему всех нас. Сейчас не я строит планы на будущее. Мечтает стать психологом. Заниматься социальной адаптацией детей и подростков. На первую реабилитацию в Израиле нужно 6 миллионов тенге. А собрали только 2,5. Но карагандинцы не умевают и продолжают мал-помалу помогать не язу, чтобы подарить ему самое дорогое. Надежду на выздоровление. Прошланы Дрисов, Веркилл Антой Болдин, 7 News, Караганда.